ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В нем плюсы найдут. Зато на работу не надо идти. Я же просила, не мешать. Ищем положительные стороны. Так к чему я это? Я не могу найти недостающие кусочки. Как тут найти положительные стороны? На, выпей, передохни. Кусочки кокосика. Может тебе помочь? Я уже нашла свой кусочек пазма. И кокосики. Твою м... Короче говоря, я собралась в командировку. Наготовила запас супа, забила холодильник, приготовила второе. Показала, где лежат чистые носки, футболки и туалетная бумага. Написала список его друзей, которых можно позвать в гости и нельзя. Напомнила, что у нас есть две собаки и их надо кормить. Муж сказал, что он и так все знает и все будет хорошо. Попрощались. Зашла в лифт, позвонил муж. Спросил, как включается плита. Вернулась. Показала. Вышла снова. Снова позвонил. Вернулась. Сказал, что у нас небольшая проблемка. Потушили. Помыла плиту. Мужа разогрела еду сама. Снова вышла. Перекрестилась. Поел суп второе и еще что-то и еще. Короче, сажал все, что было на неделю. Было одновременно и хорошо, и плохо. Позвонил жене, спроси, где таблетки от живота. Сел играть в приставку. Позвонили друзья, позвали пить пиво. Стал выбирать, что надеть. Пошел гладить. Миссия провалилась. Замел следы. Оделся. Хорошо, что никто не лезет со своими советами. Стал искать ключи. Позвонил жене, спросить, где они. Я сказала, что не знаю, где его ключи. Короче говоря, пусть лучше дома поселит. Привет, Криспер. Я вообще-то Полина. Это пароль. А, ну привет, Криспер. Иди на хруст и запоминай пароль. Привет, Криспер. О, привет. У всех иногда бывает, что совсем нет настроения, но всегда есть способы его поднять. Правда, некоторые из них вызывают сомнения. Например, тоже испортит кому-то настроение. Ты можешь так громко не дышать? На боли она отдыхает жирная. Корова. Можно обожраться вкусняшками. А потом вспомнишь, что ты на диете. Твою мать. Многим девушкам поднимает настроение красивый макияж. Если ты, конечно, умеешь краситься. Угнала тебя, угнала. Можно попробовать безобидно выплеснуть весь свой негатив. Ну какие ж тупые видео? Кто это вообще смотрит? А, это же мой аккаунт. Можно посмотреть фильм-катастрофу и понять, что все не так плохо. Правда, можно немного загнаться. Вдруг это реально случится? Ну и последнее. Заставь себя улыбаться на протяжении нескольких минут. Говорят, это реально работает. Блин, выглядит реально крипово. Утро. Работай просто до жопы. Нужно срочно начинать. Села за стол. Открыла ноу. На мониторе отпечатков, как на банкомате. Взяла влажный салфет. Протерла монитор. Авиатуру. Айфон. Полку. Видела провода под столом. Бесит. Распутала провода. Заодно прошла с пылесосом комнату. Налила чай. Снова открыла ноу. Бардак на рабочем столе. Весит. Навела порядок. Открыла почту. Там жопа. Вздохнула. Глотнула уже остывший чай. Взяла телефон. Всем ответила. Проголодалась. Вкрыла холодильник. Закрыла. Заказала доставку еды. Села работать. Не пойму, за что браться. Решила все упорядочить. Развернула планер. Решила, что мне нужен новый. Оделась. Привезли доставку еды. Разделась. Включила YouTube. Поела. Досмотрела начато. Вышла в магазин за планером. На обратном пути зашла за кофе и позвонила другу. Вернулась домой. Общалась еще минут 40. Села работать. Вспомнила про планер. Написала список дел. Стало легче. Смотрела в окно. Зависла минут на 15 или 40. Как в школе. Решила, что работать сегодня дома затея так себе. Собралась. Пошла в кафе. Поела. Открыла ноутбук. Сижу, смотрю на заставку. Думая о том, как круто сейчас было бы куда-то улететь. В кафе что-то вообще не работает. Вернулась домой. Легла с острым ощущением, что закончился сложный рабочий день. На диване. Открыли пиво. Ммм, нефильтрованное. Ребята были за боевик. Мы за мелодраму. А Олег предложил вынести диван. Ну что, если на улице кино посмотреть? Мы решили, что это очень тупая идея. Стали выносить диван. Это было сложно. Очень сложно. И тут произошло самое страшное. У нас закончились чипсы. И мы отправились в магазин. Что? Взяли просто про запас. Вернулись домой. Олег стал орать, что у нас украли диван. Мы показали на диван. Наконец-то доперли диван до лужайки. Включили проектор. Только собрались смотреть фильм. Короче говоря, хорошо, что взяли про запас. Своим видом я как бы намекаю, что сегодня будет восточный рецепт. Арабская ночь! Простите, не сдержалась. Нам понадобится любое мясо. Я возьму куриную грудку. И не потому, что для просмотра в видео должна быть грудь. А потому, что я буду готовить более диетическую версию плова. И, конечно же, приправы. Да, мне типа лень подбирать каждую специю отдельно. И казан. У меня его нет. Поэтому я возьму вок. Потому что он похож. Или нет. И обязательно берем белое сухое. Это никак не связано с рецептом. Просто так веселее. Давай еще пару дубликов. Нарезаем грудь. Тушим немножко под крышкой. Добавляем рис. Специи. Допиваем бокал. Наполняем бокал. Вливаем воды. Доводим до кипения. Убавляем огонь. Накрываем крышкой. А пока плов готовится, а во мне полбутылки вина... Танец живота! Плов приготовился так быстро, что я даже не успела детанцевать. Блин, так вкусно. Это что, реально я приготовила? А, так тут и рецепт есть. Но я уже сделала это видео, поэтому не благодарите. Субтитры сделал DimaTorzok.